МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для ребят из Матищинской школы номер 12, третья годовщина присоединения Крыма к Российской Федерации, запомнилась посещением Центрального пограничного музея ФСБ. Подробности поездки в нашем следующем сюжете. Попасть в Центральный пограничный музей ФСБ России для многих неизбыточная мечта и большая удача. Ученикам 12-й Матищинской школы повезло, они стали гостями этого уникального музея. Отличников в учебе и поведении, увлеченных спортом, музыкой, искусством пригласили познакомиться с историей пограничной охраны, начиная со времен Древней Руси и по настоящее время. Во время экскурсии наши ребята увидели множество реликвий, среди которых кирпичи стены Брестской крепости и орел с Рейхстага. Особенно заинтересовало ребят шпионское снаряжение, маленькие чемоданчики, в которых пытались провести японских шпионок, самострельные перчатки, подлинные документы, оружие, награды и форма. Также школьники смогли ознакомиться с книгами памяти погибших и пропавших без вести и поискать сведения о своих родственниках. В музее функционирует несколько залов. Зал славы, зал, посвященный зарождению погранвойск нашей страны, зал гражданской войны, а также большая экспозиция, посвященная участию наших пограничников в Великой Отечественной войне. 18 марта 2014 года произошло событие, крымская весна так называемая. И мы приурочили, что изменились границы Российской Федерации. Поэтому история государства – это история границы. Крымская весна – мы вместе. Это и есть название нашего мероприятия. Присоединение, точнее, воссоединение Крыма с Россией – это очень знаменательное событие как для России, так и для Крыма. Потому что с давних времен Россия и Крым были единым целым. И вот то, что разорвали такой контакт, мне кажется, это было совершенно несправедливо. Кроме того, ребята встретились с участниками боевых конфликтов разных лет из ветеранской организации, созданной при Центральном пограничном музее ФСБ. Ветераны поделились своими историями, которые в полной мере описывают, какую цену пришлось заплатить народу ради мирного неба над головой. Они учат, чтобы мы не забывали историю, чтобы мы всегда знали, кто победил и чего это стоило. Организаторами этой экскурсии выступили Управление образований по работе с молодежью городского округа Мытища, а также Парламентский центр «Комплексная безопасность Отечества». Анна Арченкова, Денис Петров. Информационная программа «День». Продолжение следует...